Всем привет! Меня зовут Оля и вы на канале Шитие Мое. Хочу вам похвастаться своими кепками. Вот эту кепку я купила на Алиэкспресс. Вот так. За 900 рублей. Эта кепка зимнего варианта. Я покупала ее специально под шубку серого цвета. Стоила она 2000. А это моя первая ручная работа. Эта кепка называется Картуз. Но здесь есть недочеты. Слишком длинный козырек. Слишком высокая и очень ровная вот так кепка. И она мне немножко большевата вот здесь. В принципе я не умею, не мастер шитья кепок. Поэтому эту кепку Картуз я шила как пробник. А эта кепка под названием Картуз. Моя вторая ручная работа. И она мне нравится гораздо больше. И выполнена она гораздо качественнее, чем я видела на фото на просторах интернета. И весь процесс работы с этой кепкой я записала на видео. Кстати, я его украсила страйзиками. Здесь один страйзик, а здесь вот несколько большие, крупные и средние. Потратила я на пошив этой кепки всего три часа. Итак, я приглашаю всех желающих за моей кепкой. Итак, сшила я себе вот такой Картуз. Цветочки просто прицепила на булавочку. Это мои выкройки. Я, конечно, не хотела повторять это изделие. Но есть кое-что, что я бы, наверное, не повторила бы. Например, вот эта деталька. Я не знаю, как она называется, но я считаю, что она мне не нужна в этом случае. И еще. Эта деталька. Вот обратите внимание. Она полукругом. То есть вверх у нее должен быть большой. Низ маленький. То есть она должна быть трапециевидная. Почему-то у меня ровно все. Не могу понять, почему. Ну, вот как-то так. В общем, я буду шить себе Картуз без вот этой детальки. По крайней мере, я попробую. Вообще, в принципе, я искала выкройку кепки. И вы знаете, очень тяжело это, оказывается, найти в интернете, как сшить кепку. Есть детальный просмотр, как сшивать детали, а как выкраивать детали, наверное, ну, я, по крайней мере, не нашла. Я попробую вам показать, как я это сделала. Значит, измеряем обхват головы именно в том месте, где мы будем носить свой головной убор. То есть вот так, да? В моем случае это 56 сантиметров. К этому числу нужно добавить 10-12 сантиметров. Я добавлю 12, потому что в этом случае я добавила 10, мне показалось мало. Значит, 56 плюс 12 будет 68. 68 нам нужно разделить на 6,28. Допустим, нашли примерно, приблизительно, точку, которая у нас будет центром. И находим радиус нашего круга. Значит, 56 плюс 12, 68. Делим это число на 6 и 28. У меня получается примерно 11. Вот 11 сантиметров я должна вот так от этой точки провести вот сюда и вниз. Теперь вот так, под прямым углом 11 сантиметров со всех сторон. Дальше по диагонали тоже по 11 сантиметров со всех сторон. И сюда по диагонали 11 сантиметров. И эти точки нам будут необходимы, вот эти диагональ, необходимы, когда мы будем уже выкраивать, выстраивать свой овал. У меня будет овал. Значит, вот так я сейчас провожу линию сюда. Так. Теперь сюда. То есть выделяем, конечно же, эти наши точечки, чтобы мы их не потеряли. И вот сюда тоже проводим ровную линию через цель. И точно так же, вот эти, которые у нас полагательные. Теперь находим. Здесь у нас будет перед. Здесь будет задняя часть. И так далее. Здесь у нас будут бока. В этом случае я убрала с боков по 0,5. Добавила вот здесь по 0,5. Мне показалось мало. Значит, я здесь убираю по 1 сантиметру. С боков убираю по 1 сантиметру. А сюда добавляю по 1 сантиметру. Теперь соединяем точки. Новые точки, вот эти, которые мы только что начертили, да, отметили, новые. Значит, соединяем здесь вверх. Соединяем вот с этой точкой. То есть, это у нас правильная цифра 11 сантиметров. Здесь получается 12. Выходим на 11. Стараемся поровнее все это вести. И выходим сюда на 10. То есть, бок. Бок у нас 10 сантиметров. Мы убрали 1 сантиметр. Так. Делаем то же самое вот сюда. У нас должен получиться овал. В принципе, вторую часть можно не рисовать. Мы можем ее начертить по первой части. То есть, по первой половинке вот этой. Сложила от точки до точки вот так пополам. И можно вот так выкроить. И когда мы будем выкраивать на ткани уже наше донышко, обязательно вот здесь сделайте припуски на шов сантиметр-полтора. В первом случае я сделала припуск на шов 0,5 и мне не хватило. Значит, здесь мы отмечаем перед. Я букву П ставлю. Ну, или галочку поставьте. Следующая деталька это козырек. Значит, у меня здесь высота 9 сантиметров. Ширина 20 сантиметров. Вот здесь ширина между вот этими уголочками 20 сантиметров. И, конечно же, еще припуски на шов были. У меня просто был очень мягкий. Если мы, допустим, продублируем его поплотнее, сделаем козырек, по крайней мере, попробуем. Я думаю, что можно его оставить такой длины. Но вы подумайте. То есть у меня вот этот козырек получился вот такой, да? И я его, видите, как сделала? То есть я его отпаривала таким образом, чтобы он у меня вот так вот ровненько был. В этот раз я не буду так делать. Я буду делать как положено. То есть у меня козырек будет стоять, а не лежать. И я буду его дублировать плотнее. Единственное, что дублировать я его буду не доходя вот так до краев. То есть там, где у меня будет проходить шов, там не должно быть уплотнения. Так что вам решать, вам думать. Говорить буду много, чтобы рассказывать именно о своих ошибках. Какие я допустила ошибки, какие я не хочу допускать ошибки. Вот так сейчас проложу ровную линию, прочерчу. И от нее уже буду начинать свой козырек. Значит, нахожу серединку этой своей линии. Ровно серединку. Вот так. И отсюда буду уже начинать чертить. Смотрите, вот здесь у меня 9 сантиметров. Но вот это закругление, вот отсюда, да, вот от этой линии, от этой линии, вот до этой точки, 5 сантиметров. Значит, нам нужно от этой линии вверх подняться на 5 сантиметров. И дальше еще на 9. Вот так. Теперь от средней линии в одну сторону 10 сантиметров и в другую сторону 10 сантиметров. Как я вычерчивала вот этот полукруг, вот этот, дугу вот эту. Значит, смотрите, от этой точки до средней точки делю пополам, ставлю точку, и точно так же здесь. Так. От этой точки вверх под прямым углом отмечаем 4 сантиметра, и точно так же здесь. И теперь нам будет легче соединять эти точки. Соединяем отсюда к 4 сантиметрам, где наша точка, потом к 5 сантиметрам, то есть центр, дальше опять к 4 сантиметрам, и уже сюда выводим. То есть так получается легче. Теперь вот эта вот линия. Ну, здесь уже вы рисуете каждый для себя сам. Вы можете вот так вот более квадратную сделать. Правильно? Вот так, да? То есть наш козыречек, какой у нас будет? Вот так вот можно более квадратный. Можно сделать более, вот так вот полукруг. Вот так. То есть вы решаете для себя каждый сам. Я, наверное, все-таки в этом случае сделаю более квадратный. Я сейчас сложу вот так пополам по линии центральной. Так. И выкрою его именно по этому контуру. Убираем эти. И теперь нам нужно выкроить вот эту детальку. Начинаем вот с этого угла. Смотрите, вверх я поднимусь на 5 сантиметров. Вбок я углублюсь на 9 сантиметров. И вот эти две точки я соединю вместе. Вот так. От этой линии вот сюда вбок я отмерю 31 сантиметр. И повыше отмерю 31 сантиметр. Чтобы мне вот так провести ровную линию. Теперь от этой точки, от этого угла вверх я поднимусь на 16 сантиметров. Так. Теперь от этого же угла, если вот так приблизительно по диагонали, вот так приблизительно, да, делим этот угол напополам, 17 сантиметров, так нам будет легче соединить вот эти две точки. Где у нас 16 сантиметров, вот здесь точка, отметка, от этой точки вот сюда вбок хотя бы 3 сантиметра нужно провести ровненько. А дальше мы уже должны соединить вот сюда, вот с этой линией, с этой точкой. Значит, здесь у нас получается 22 сантиметра, сюда у нас получается 16 сантиметров. Если делить по диагонали, 17 с половиной у меня вот сюда идет. То есть по диагонали вот здесь вот идет 17 с половиной. Так, вот эта линия наша, вот эта линия, это сгиб, это средняя линия, сгиб. Обязательно отметьте. Это уже задняя половинка. Так, теперь нам нужно определиться с высотой. Высота может быть, кстати, сзади меньше, спереди больше. Как вы пожелаете. Я, наверное, все-таки буду делать одинаково. У меня здесь 10 с половиной, значит, я иду 10 с половиной и отмеряю до конца. Вот то, что у меня получилось. И выкраиваем. Я оставляю все вот эти свои детальки, оставляю в таком виде, в каком я их выкроила. И теперь я буду выкраивать свою основную ткань и буду выкраивать подкладку. Выкраивать также я буду бортовку и дублерин. Итак, вот она плотненькая моя бортовка. Я ее буду клеить на паутинку, приклеивать. Моя основная ткань, это у меня буклированная пальтовая ткань. Подкладочная ткань у меня будет вот такая, стеганая, вот такая. Она тоже относительно мягонькая. И дублерин. Вот мои все ткани. Пока выкраиваю ее из основной ткани. Итак, я думала, думала, и мне кажется, все-таки я хочу повыше свою вот эту детальку. То есть, картуз я хочу более высокий. Я здесь оставляю себе где-то полтора сантиметра. Вот так припуск. Это у меня сгиб. Мы здесь ничего не прибавляем. Прибавим по сантиметру с этой стороны. И здесь у нас будет шов. Обязательно прибавим на шов. Сантиметра полтора. Вот так. Убираю. Складываю со сгибом. Вот так, ровно со сгибом. И будем выкраивать нашу детальку со сгибом. Обязательно развернем и проверим, ровная ли у нас получилась деталька. Нас должно интересовать именно средняя часть. Вот эта часть. Потому что, когда я первый раз выкраивала по выкройкам, которые нашла в интернете, у меня получился вот здесь бугор, вот здесь. А здесь выемка. Поэтому будьте здесь внимательны. Для этого я все цифры здесь называла. Что здесь сгиб и как он должен выкладываться. Нужно сделать так, чтобы вот эта внутренняя часть была не под кладом, а именно вот такой же основной ткани. Вот так отмерю я. Где-то примерно 4 сантиметра. Вот так. Понизу. Вот так я сейчас выкраиваю. Это верх. Это низ. Это я отставляю выкройку на случай, вдруг я еще захочу какую-то кепочку. Вот он у меня сгиб. Стараюсь вести ровненько. Конечно же, припуски на швы нам нужны. Так, здесь припуск на шов я оставляю 1 сантиметр. И с одной стороны, и с другой стороны. Так, у нас появилась вторая деталька. Вот так прикладываю свой козыречек. Сантиметр обязательно оставляю на шов. Можно сразу вот так сложить и выкроить две детальки. Так. Так. Здесь я оставляю на припуске полтора сантиметра. Смотрим визуально, чтобы у нас все было красиво. Вот здесь я отмечаю, ставлю букву «П», что это у меня передняя часть. Переходим к подкладке. Прикладываю я свою верхнюю часть. Здесь я на припуске буду прибавлять всего один сантиметр. Не полтора, как на основном изделии, а один. То есть внутренняя часть у нас в любом случае должна быть немножко меньше. Здесь ставлю что-то перед. Убрали. И еще одну детальку нам нужно будет из подклады выкроить. Это вот этот верх. Здесь, конечно же, мы сделаем припуск один сантиметр внизу. Это у нас задняя часть, поэтому обязательно припуск на шов один сантиметр. И сверху я тоже сделаю один сантиметр. Проверяем, чтобы она у нас была ровненько. Все, у меня все ровненько. Все, подкладка готова. Дальше я беру вот такой дублерин. Я не знаю, он точно называется, по-моему, бортовка. И буду из нее выкраивать свои детальки для плотности. Она у нас не тянется ни в одну сторону, ни в другую. Это очень хорошо. Значит, я складываю это в два раза и буду обрисовывать свой козырек. Но при этом я сейчас обрисую свой козырек. И никакие припуски на шов я делать не буду. Два, две детальки на козырек. Также две детальки на донышко. Я хочу, чтобы оно у меня было плотным. И точно так же я не делаю припуски на шов. Опять же, припуски на швы я делать не буду. Но у меня здесь вот так вот есть вторая деталька. Вот так. То есть я буду ее дублировать полностью. Вот эту вот верхнюю свою основную деталь. Значит, я буду вот так ее обводить полностью. И опять же, для плотности я сделаю таких деталек две. Ну, я уже пониже и буду выкраивать. Готово. Переходим к дублерину. Все-таки перед тем, как приклеивать вот эти детальки, уплотнители, я приклею дублерин к своим деталькам. Точно так же я не буду прибавлять припуски на шов. И выкраиваю точно так же все свои детали. И донышко, и козырек, и верхнюю часть вот так вместе. Давайте подведем итоги, что мы здесь нарезали. Из основной ткани у нас донышко, два козырька, одна деталька, вот эта боковая, большая, и одна деталька по тому же контуру маленькая. Дальше. Подклад. У нас две детальки. Донышко, и вот эта вот верхняя часть боковой детальки. Вот так, да, она будет у нас выглядеть. Вот так. Так, убираем. Дальше у нас идет бортовка. То есть это плотный дублерин. Две детальки козырька, две детальки боковой части, и две детальки донышко. И дублерин, который на тканевой основе. Я сделала две детальки козырька, одна деталька донышко, и одна деталька боковой части. Все. Собрали все в кучу. И теперь нам нужно склеить все эти детальки. Для начала склеить. Итак, на основную часть вот этой боковой нашей детальки я накладываю дублерин, который у меня на тканевой основе. Здесь вырезано немножко неправильно. Но не страшно. Накладываю и начинаю его приклеивать. Даем остыть и подсохнуть. И здесь. Поставили крестик, поставили отметочку. Даем остыть. И теперь смотрите. У меня есть вот такой текстильный клей. Я покупала его в интернет-магазине Хобби-маркет. Сейчас он у нас и в городе появился. То есть есть он. Просто найдите Хобби-маркет. Ссылку, к сожалению, не оставлю, потому что заказывала давно и не осталось данных. Поэтому найдите просто по названию Хобби-маркет. Так. Я вот так сыплю клеем, прям вот так по основе. и буду приклеивать свой плотный дублерин. Вот так. Тоже выкрыла криво, видите? И приклеиваю. Сделаю здесь надрезик. Криво выкрыла, поэтому приходится дублировать. То есть, поэтому приходится корректировать. Это ничего страшного. И она уже у нас чувствуется плотность. Дальше я еще один слой клея насыпаю. Вообще, эту ткань обычно пришивают мелкой стежкой вручную, ниткой-иголкой. Но у меня есть такое приспособление, почему бы не воспользоваться. И, конечно же, даем остыть и подсохнуть. Итак, даем, опять же, высохнуть и остыть. Крестик на место ставлю. Я сейчас соединю вот эту часть. Так, здесь у меня лицо. Вот так. Вот с этой частью. Так. Нахожу серединку на этой части, на нижней. Вот так. И серединку на верхнем подкладе. На верхней части подклада. Вот так. И начинаю соединять. Так. Не забываем, что вот так оно у нас должно быть. И, значит, лицо к лицу соединяем. Я буду соединять булавочкой. И потихонечку иду в одну сторону, потом в другую сторону. И мы можем уже сшивать эту детальку прямой строчкой. Вот так. Вот этот шов можно сделать в разутюжку, чтобы не было утолщения. Так. Теперь нам нужно соединить боковой шов. Вот этот. Вот этот я шов сделаю в разутюжку. Вот здесь и здесь. И прошью прямой строчкой. И теперь вот этот задний шов я сделаю вот так, опять же, в разутюжку. И прострочу здесь и здесь. Итак, девочки, сшила я свою детальку. Вот так. И когда я примерила, я поняла, что вот в этом месте, где она одевается на голову, она мне немножко большевата. Поэтому я сейчас срезала вот отсюда два сантиметра. Вот так. И пришила снова. То есть я пришила вместе, а потом сделала вот такой вот шов. То есть получается вот эти швы, которые в разутюжку, я пришила к основной части дополнительно. Лишнее сейчас отрезаю, чтобы мне ничего не мешалось, не допорщилось. Вот так, чтобы все было красиво и аккуратно. Все мы девочки разные. Поэтому то, что я вам дала вот эти вот цифры, обязательно нужно все перепроверять. Нужно все перемерять. Вот вы сшили, допустим, на металле, да, вот эту часть, например, внутреннюю, обязательно примерьте. Если вам что-то не подходит, маленькое оно не может быть, потому что это максимальные цифры. Именно вот по этой верхней части, то есть вот которая у нас, боковая часть, цифры я дала максимальные. Я, в принципе, не смогла высчитать, какие цифры должны быть. Поэтому вот так. Примерка. И уже отрезайте то, что у вас лишнее. Вот эту часть я буду сшивать в последнюю очередь, потому что здесь у меня будет сзади, я оставлю отверстие для выворачивания своей кепки. Я потом все объясню. Итак, смотрим, что у нас тут. Верхняя часть очень плотненькая, что мне очень нравится. Боковая часть точно так же очень плотненькая, очень мне нравится. А вот козырек, мне кажется, все-таки еще раз надо продублировать, так же, как и здесь, по второму разу. Продублировала повторно, теперь можно все это и сшивать. Сейчас накладываю вот так, лицом к лицу, свои детальки козырька. Скалываю обязательно булавками или прометываю. И от середины в эту сторону и от середины в эту сторону я буду сшивать свой козырек. Теперь мне нужно слегка сделать надсечки в месте, где есть вот эти вот закругления. Осторожно, не повредите шов. И выворачиваем. Какой плотный козырек, плотный. Так, и теперь нам нужно его будет вот так еще раз заутюжить. Уже вывернутый. И снова даем остыть. Переходим вот к этим частям. Здесь, в принципе, сразу можно вот так приложить на голову и примерить. Да, но можно и можно и вот так. Я считаю, что мне тоже надо будет немножко отрезать здесь, с этой стороны. Я отрежу по 2 см. Теперь мне нужно подрезать бортовик, вот этот дублерин, чтобы у меня было место на шов. Я сшиваю ее вот здесь, где-то вот как раз на вот этом расстоянии, сантиметра полтора, вот здесь. Вот так сшила. И теперь вот так раскладываю в разутюжку этот шов и прошиваю с одной стороны и с другой стороны. То есть, вот так он получается с лицевой стороны. Красиво. Вывернули. Соединяем заднюю половинку, заднюю часть. И поехали соединять вот так вот переднюю половинку. И полностью по кругу соединяем наши детальки. Вот так я приколола. Своё донышко. И обратите внимание, чем чаще мы приколем булавочек, чем больше, тем ровнее и красивее у нас будет шов. Прострачиваю я вот здесь примерно на сантиметр-полтора. Наш козырек уже остыл и высох. Он, кстати, такой плотненький, хорошенький такой, как прям я хотела. Нам нужно обязательно сделать вот здесь отстрочку по козырьку. Примерно сантиметр вот так вот края. Теперь нахожу серединку по переду. Вот у меня по спинке шов. Вот так по переду серединку нахожу и делаю вот так отметочку. Да, вот так. Нахожу серединку вот так своего козырька. В принципе, у меня с двух сторон он одинаковый, поэтому я вот так сейчас беру и прикладываю вот эти две свои отметочки и скалываю булавкой. Так. И прикалываю к этой стороне, иду прикалывать свой козырек и к другой стороне. То есть в одну сторону и в другую сторону. Вот так пришила я свой козыречек и убираю булавочки. Вот такая у меня получилась кепи. Теперь нам нужно пришить подклад. Я выверну для удобства свою кепи. И теперь я свой подклад вот так лицом, лицо вверх у меня и вот так лицом к лицу я сшиваю, скалываю два шва, которые по спинке. скалываю булавкой или сметываю. Теперь смотрите, девочки, наш козырек мы вкладываем внутрь. Вот так. Вот он наш шов. И этот шов мы должны пришить к нашему подкладу. Находим серединку на подкладе и серединку вот здесь, где у нас козырек по переду. Так. и соединяю две эти точки. И теперь мне нужно полностью свою подкладку приколоть или пришить, приметать к изделию. Полностью вот так равномерно. Вот так я приколола полностью всю подкладку. И там, где у нас проходит козырек, будьте внимательны, здесь как можно чаще либо сметайте, либо проложите, продублируйте булавочками. Прям как можно чаще, тщательнее. Вот здесь. Пришила и теперь убираю булавочки. Будьте внимательны, очередной раз говорю, булавочки не пропустите. Все булавочки, которые у нас есть в кепке, должны быть убраны. Так, все, я все убрала. И, девочки, смотрите, я сейчас вывернула для того, чтобы посмотреть, стоит ли мне отрезать вот этот шов, да, вот этот припуск. И я подумала, что страшновато мне обрезать его весь. Я отрежу только вот эту нижнюю часть, то есть с боковой части, отрежу полностью вот так, оставлю минимум и сделаю надсечки на верхней части, то есть на донышке. Вот так я отрезала с этой части припуск на шов и теперь я буду делать надсечки. Примерно 2,5 см-3 между надсечками. Это для того, чтобы удобнее, легче вывернулось, красивее вывернулось наше донышко. И теперь мне нужно так, теперь мне нужно вывернуть вот так свою кепку, проверить, все ли здесь у меня ок. И теперь нам нужно пришить донышко на подклад. Вот у меня буква П, то есть это перед, передняя часть. Нахожу опять же серединку, вот она у меня, и прикалываю вот так к серединку. Вот так. Выворачиваем. Зря я вывернула кепку. Выворачиваем, так вот у нас будет удобнее. Так, серединку. И находим противоположную сторону, вот так, да, я нахожу. И соединяю со швом. Шить я буду со стороны вот этой, со стороны донышка. Вот так. Сейчас скалываю, полностью скалываю его с нашей подкладкой. Здесь не дошью, именно по заднему шву, вот так не дошью, сантиметров 10, чтобы мне было удобно выворачивать мое изделие. Полностью нашу кепку нам надо будет вывернуть. Скалываю я полностью, но здесь буду не дошивать. Вот так приколола я донышко к подкладке. Часто-часто булавочками приколола. И теперь буду пришивать прямой строчкой примерно на сантиметр. Пришила и оставила недошитое место примерно 10 сантиметров. Через это место я должна вывернуть всю свою кепку. Проверили обязательно, нет, не осталось ли булавочек. Все, выворачиваю. Вот так, девочки, получается я примерила свою кепочку. Уже с козыречком козыречек пришила. И мне показалось, что козыречек слишком большой. Все-таки я его убираю аж вон на сколько. А сантиметра на 3 получается. Да, 3 сантиметра я отрезаю от своего козыречка. И, конечно же, я вырежу свой дублеринчик вот так вот для шва обязательно с одной и с другой стороны. вот что у нас получается. Здесь, конечно же, все отутюжим. Вот так проутюжим весь этот шовчик, чтобы он был ровненький и буквально пару миллиметров, чтобы он вот так заходил на внутреннюю часть нашей кепки. обязательно проутюжим. Обязательно проутюжим вот это место, вот это вверх. И, в принципе, зашить дырочку вот здесь обязательно ручками, ниткой, иголкой. И можно, в принципе, примерять наши изделия. И я думаю, носить с удовольствием. Не знаю, как вам, а мне очень нравится. И я буду носить ее с удовольствием. Желаю всем теплых осенних дней, хорошего настроения. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok